Прошу внимания. Итак, у нас сказочно правдивая история о том, как Саша женился, а Рита замуж вышла. Все сделано руками, то есть это не купленные варианты, это все нарисовано, написано и сшито все своими руками. Итак, в некотором царстве, в 30-м государстве, в незапамятные времена, 9 июня родился богатырь Саша. А Риты тогда еще на свете не было. Думаете, сладко Саше было? Горько! 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 Хватит, хватит. Наша история продолжается. Итак, шло время. Появилась на свет 24 августа хорошенькая девочка Рита. Саша наш уже и книжки читает, и мультики смотрит, а Рита пеленки марает. Думаете, Рите, сладко тогда было? Горько! 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 Дальше! Дальше! Долго ли, коротко ли, а подошло бы, кажется, время и под луной им погулять. И что греха таит? Жениться уж было пора. Да вот незадача. Саша-то в Екатеринбурге, а Рита в Камышлове, и про друг друга слыхом не слыхивали. Думаете, сладко им тогда было? Горько! 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 Дальше! Дальше! Но вот наскопили иные времена. Встретились, наконец, наши молодые в Юноне. Зажглись их горячие сердца любовью. И все вроде бы хорошо. Да вот опять незадача. Папа-то Саши тут же работает и целоваться не велит. Думаете, сладко им тогда было? Горько! 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 Дальше! Дальше! Но вот, наконец, счастливый день. Вместе Саша и Рита за столом сидят. Нас с вами гостей принимают. И все вроде бы сладко. Да вот вино-то, гости дорогие, горькое. Горько! 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 Так давайте же еще раз крикнем все вместе, дружно, горько, чтобы потом им всю жизнь было только сладко. Итак. Горько! 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 Думаете, на этом наша сказочно-правдевная история заканчивается? Ничего подобного. Она только начинается. Итак. У нас еще тут небольшие подарочки. Горько! 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 Вот тебе, Рита, мини-пила. Пили мужа за плохие дела. Но пили, Рита, с умом. Используй предмет исключительно днем, чтобы не сбежал Саша к подружке, которая не пилит, а только снимает стружку. Саша, ну так, как видите, мы сделали подарок индивидуальный, персональный. Ну, Саша, конечно, мы приготовили тоже подарочек. Итак. Вот это вот ежовая рукавица. Она Саше пригодится. Если Рита начнет бунтовать, Свои условия вдруг диктовать, Саше, значит, пора тебе спохватиться И примерить ежовую рукавицу. Вот у меня тут было перышко, я его обязательно найду. Она такая легкая, пушистая, белая, воздушная. То есть мы хотели бы подарить вот в этом кувшинчике... А, Миссия, спасибо. Спасибо. Итак. Вот хотелось бы подарить в этом кувшинчике Такое перышко, Символизирующее, чтобы жизнь ваша была Такая вот светлая, чистая, легкая. То есть чтобы вы были легкими на компромисс, Легкими на подъем И такими же светлыми делами и поступками, Как эта перышко. Еще вот этот камушек, Это камус наш, Ну, там, где вы купались, вы помните. Итак. Пусть чтобы он был... Пусть будут деньги в кошельке так же тяжелые, как этот камень. И еще, от всего сердца, от всей нашей семьи, Все-таки вы женитесь в год зайца, В год кроликов. Я сшила вам, зайчика, невесту и жениха. То есть вот вам морковь, зайца и морковь, Чтобы в доме всегда жила любовь. Спасибо. Полина, персональные поздравления. Рита и Саша, поздравляем вас со свадьбой. Желаем вам счастья, здоровья и любви бесконечной. Друзья, давайте поаплодируем этим замечательным людям. И можно смело сказать, что это были победители в номинации. Самое короткое поздравление.